Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас второго гадания на одну знаменитую киноатрельцу 20 века. Её смерть окутана тайнами, её жизнь была окутана тайнами. Мы не будем смотреть образ, её имя, то есть фальшивое, да, и фамилию, а будем смотреть расстоящее данное, которое было при рождении. Я использую все данные из интернета с точки, конечно, неправильного, но наиболее версии, которые я видела, буду я представлять. То есть Норма Джин будет её звать, чтобы мы понимали. Начнём с такого элементарного вопроса, тем не менее очень важного, чтобы мы вообще понимали, что к чему, как, что это могло привести, да, с азов, с начала. Я использую 4 карты, потому что это оптимально, если вы смотрели на предыдущий видео, то вы видите, что 4 карты идеально описывает личный человек. Давайте откроем все, чтобы мы понимали, что к чему. Ну вот, смотрите, да, давайте начнём с первой карты, девятка жезлов. Первая карта уже нам говорит о том, что она была человеком осторожным, запуганным, видимо, или наоборот, мудрым, опытным. Имела самоконтроль, дисциплину, мнительность, ожидала опасности от людей. Она всегда была готова или не готова, скорее всего, готова к тому, что она будет подвергаться какой-то силе. Вторая карта, повешенный. Тоже интересная карта, как личность человека. Личность, она была иллюзионной, жертвенной, какая-то безвыходная, болезненная тема её постоянно окутывала. Она была в депрессии, в состоянии кризиса. Она была непонятна себе и другим. В общем, аутсайдер. Ей было тяжело понять себя и вообще других. Третья карта, иерофант. Говорит о том, что она была милосердной, совестливой, доброй, верной традициям, да. То есть, я читала некоторые источники, говорили, что она была человеком, конечно, доброй. Но в то же время, он такой запуганный. С ума сойти можно. Вот, то есть. Очень хорошая карта. Говорит, конечно, о многом человеке. О многом. И последняя карта, это двойка чашей. Тоже хорошая карта. Говорит о том, что она была... Имела внутренний мир. Равновешенная. Благожелательная, приветливая. Умела нравиться людям. И гармоничная, то есть. Она пыталась такой быть, ну и у нее получалось. Давайте же узнаем, из-за чего она решила пойти в такую удивительную профессию, в такую трудную профессию, страшную, можно сказать, человеку, с такой совестью, с такой доброжелательностью, запуганностью. Зачем же она решила вообще туда пойти? В чем же ей был смысл? Первая карта, четверка пентаклей. Уже говорили о многом. Четверка жезлов. Четверка чашей. И ту с чашей. Ну, в общем-то, она хотела, конечно же, наслаждение. Она хотела... Вот первая карта, да, самая явная, самая главная. Хотелось иметь богатый круг, богатых людей, да, разговоры, быть вообще благополучной. Это мы так смотрели, да? В общем-то, она видела перспективы, да? Она видела какую-то стабильность. Удивительная, конечно, в такой сфере. Кино, стабильность. Она видела стабильность. Она хотела примерять на себе, конечно, роли какие-то, да, видим. Или найдет других предложений. И она опять-таки хотела хороших результатов, известность, там, слава, да? Нет, слава она не хотела, здесь нет солнца, да? Она хотела благополучие. И быть разной. Разной быть. Думать, все-то анализировать. Принять роли, ну, как истинный близнец, да? Быть разной. Меняться. Нравиться людям. Давайте же узнаем, что же на самом деле дала эта профессия ей. Тель-карты. Чего-то маловато. Подумаю, сего, да? Ну, вот, видим, что же на самом деле... На самом деле, 20 тысяч человек карты тоже вытащим, да? Чтобы понятно было. Что же на самом деле ей дала? Это профессия. Она ей дала борьбу за себя. Вечные нападения. Наслаждение, вот, видите, да? Потому что, единственное, она сюда хотела, там, то, что было. А ну, не случилось, да? Заработки, деньги. Дала каких-то женщин-врагов она дала. Да, соперницей дала врагов. А в чем же вообще была миссия... Ну, норма, джин. Жизнь, какая-то. Ну, можно сказать, что ее миссия была в том, чтобы быть тем, кем она стала? То есть, мы будем смотреть по одной карте, да? Вот, допустим, тут заберем. Что-то любить энтузиазм. Проявлять как-то себя, возможно, да? Вот она и проявила в какой-то степени себя. Работать, да. Возможно, она и правда вы делала свою миссию. Так тогда почему же она была несчастлива? Почему нам ажимблондит? Вот, вот тут нам карты просто гвалят в лоб. В лоб, что же случилось с ней? Что же вообще сподвигло ее на такие страшные муки? Четвертая карта? Вот она вот здесь. В общем, первая карта Солнце. Солнце. Солнце, то есть Слава. Слава выжигала, Солнце выжигало ее душу, ее личность. Слава популярность выжигали ее спокойствие. В общем, как Солнце сжигает что-то, да? Превращая свои теплые лучи в жаркое огненное. То же самое сделала с ней Слава. Видите, да? Даже вместе. Два Аркана. Два Аркана. То есть Слава и Мир. Карта Мир, да? Популярности Люди. Она устала от этого всего. Она устала от людей. От популярности. От людей популярность. Устала от всего. Ну и завершающим этапом было разбитое сердце. Вот к чему я веду, это к тому, что лишающую точку в ее трагической судьбе решила вот эта вот... Запомните, да? Вот мы, видите, тройка мечей. То есть разбитое сердце сыграло решающую роль, которая убила ее. Она могла бы еще... Она просто устала, да? Уставала. Но еще и сердце, оно полностью лишило ее рассудка. Душа была сожжена. Остается сердце, которое было просто пронизано. Это, возможно, дело неудачной любви. Несложившейся любви, предательства. В общем, боли какой-то сердечной. С кем эта боль сердечная была связана? Королева Жизла? Наверное, мать? Женщина? В пятойке, да? Смотрите, две женщины. Женщины, женщины. Что-то ей делали женщины постоянно. Мать? Она искала мать. Либо же, как моя версия, да, это какая-то неудавшаяся любовь, которая сломила ее до конца. Давайте зададим еще один вопрос. Может быть, я его задавала прямо сейчас перед этим, но я уже не могу сказать, что он был точным. Я тут спрашиваю прямо, что же сподвигла ее на смерть, если это разбитое сердце, то кто разбил ее сердце и вообще, почему она умерла? Еще какой последний шаг? Женщина была так, чтобы умереть. Кто это вам поспособствовал и способствовал ли вообще кто-то? Ну, смотрите. С ней сыграла злую шутку. Очень злой. Либо она что-то сделала кому-то. В общем-то, она, да, она решила по делу все тяжкие, стала мстительной, показала себя. Здесь, видимо, еще играют роль и наркотики, которые присутствовали, да? Мир, опять-таки, ну, люди и колесница. Как мы видим, как мы видим, мы можем это прикрепить к версии, которых были, да, насчет, ну, насчет, насчет людей, которые могли ее убрать. Она одержала где-то победу. Была победа, потому что так колесница нам тоже говорит. Была одержана победа. Она что-то сделала кому-то, какую-то вещь, сыграла злую шутку. Она и выиграла в ней, выиграла, ну, тем более ее туманенный разум и люди. Все это с льной совокупности. Что же было еще поводом ее смерти? Наслаждение, да, наслаждение. То есть, вот, наслаждение. Паш. Алиса. Ну, давайте узнаем, с кем она сыграла злую шутку. С кем же она сыграла злую шутку, одержала победу, самое главное. Кому же она пришла дорогу? Кому же она пришла дорогу, одержала победу, которая повлияла на ее смерть. Нам здесь явно не говорят, но в какой-то семье, да? В какой-то семье, видите, да? То есть, видимо, по судьбе все-таки и была эта смерть. По судьбе она пришла, да? Видите, такие кармические действия. Наслаждение. То есть, ну, купаясь в наслаждениях, она решила это сделать, это действие, да? Кому? В какой-то семье. В какой-то семье я спросила, кого, и это была верховная жрица и какой-то мужчина. То есть, ну, вы сами уже там домысливаете, какая-то может быть семья. Могла ли она избежать своей смерти? Алиса. Три карты. Она не могла избежать своей смерти. Начав работу на профессию актера, став знаменитой, ее ждала лишь такая участь. Башни. Солнце, опять-таки, солнце выжгло ее славы и люди, славы и люди. Сыграли с ней злую шутку. Она... Она хотела наслаждение, но она получила славу, которая не дала ей спокойно жить. Да, видите? Здесь не явно, здесь нет, как я думала, да, здесь нету чьих-то действий, это просто было. Такая вот, такой вот ее выбор. Если вы внимательно смотрели это видео, то вы понимаете, что сейчас все расклады велись на настоящую имя, настоящую фамилию. А образ? Давайте же посмотрим личность как образ. Кем же она являлась по образу? Не по-настоящему, а по образу. Четыре карты. По образу одна карта с настоящим у нас совпадает. Страх, зажатость, замкнутость. И вот эта вот, да, самая явная карта, это было разрушение. То есть этот образ ее разрушал. Единственное, что сильно он очень делал, это он разрушал. Сильнее даже, чем солнце разрушал. По третьей карте она была эмоциональна, чувствительна, то есть представителем воды. Воды, да? То есть пассивная, мягкая, нерешительная, чуткая, добрая, справедливая. И по пажу жезлов, оптимистом каким-то. Правдивый, искренний, абитуционный. Вот такой. Давайте узнаем, если бы она не шла в этой индустрии, была бы она счастлива, как бы вообще все закончилось у нее. Ее жизнь, Коби была. Ну, в общем-то... В общем-то, мало-то, чем она сейчас, но мы не видим здесь смерти. Она бы не видела себя, ну, так как она была такой человеком, да, она была бы сама собой. Что-то мучилась бы, что-то боролась бы. И в конце концов-то, в конце концов, стала бы такой мудрой, в конце концов. Ну, да, стала бы мать. Спасибо за просмотр. Задавайте вопросы насчет этой темы, если вам понравилось или не понравилось. Какие вы вопросы хотели увидеть, я сниму вторую часть.